Полицейские Кировграда и добровольные борцы с наркотиками тамошнего филиала «Город без наркотиков» по звонку разгневанных граждан наведались в наркопритон. Как сообщают волонтеры, сигналом послужил звонок жительницы дома номер 58 по улице Строителей в городке Энергетиков в Верхнем Тагиле. Квартира, из которой нестерпимо несло вонью и ранее фигурировала в оперативных сводках, однако поймать наркоманов с поличным до этого не удавалось. В этот раз получилось. В указанной в телефонном звонке квартире находились четверо молодых людей, явно уже употребивших запрещенной химии, а потому пребывавших в состоянии неадекватного восприятия действительности. Здесь, на данном адресе, к кому пришел? К Вите. К Вите. Вите, кто такой? Друг. Друг? К другу пришел? Для чего сюда пришел? К другу. Покурить. Покурить, да? Вот эти наркотики, которые там находятся? Мы же не так давно тебя уже ловили, правильно? В этом же доме, да? В подъезде только. Ты так же к этому другу приходил в прошлый раз? Да? Что тебя трясет? Перекурил? Наркотики кто принес сюда? Имена называй. Ну, какие имена назовы? Ну, я не знаю. Вот на полу, который... Ну, как его зовут? Саша. Саша. А второго? Вова. Вова. Они принесли, да? Да. Ну, наркотики-то что там лежат-то чьи? Твои, что ли? Ну, ты же хозяин квартиры, правильно? Ну, так чья наркота-то? Твоя, что ли, получается? Ну, чё? Ну, говори, чё. Твоя? Нет. Не твоя. Знаешь чья? Тоже не знаешь, да? Происхождение её здесь. Пояснить как-то можешь? Как она здесь оказалась? Тоже не знаешь? Фокус, да, какой-то произошёл? Да? Ну, так получается. Состояние-то как можешь себе пояснить сейчас? Всегда такой? А? Да. Прямо в такой, чё, всегда? Чё, на самом деле? Вот ты вообще же ни о чём стоишь. Курил сегодня? Да. Чё курил? Да, бак. Это бак. Ну, GVH, да? Вот этот реагент, да? Разбодяжили, да? Наркотики около 6 граммов курительной смеси на основе метилового эфира, бутановой кислоты, полицейским пришлось венчиком собирать с пола. Это стало следствием глупого инцидента. Спящих на ходу и почти не соображающих обитателей притона изначально вежливо усадили на диван и стулья. Но один из подозреваемых, видимо, вспомнив об уликах, резко схватил контейнер и рассыпал курительную смесь. Полицейские люди не гордые смели курёху веничком и совочком, а клиентов для предотвращения подобных выходок скрепили скотчем. Сюда пришёл для чего ты? Говори своими словами для чего. Покурить? За покурить. За покурить, да, пришёл? Чтоб купить, покурить? Или просто прийти покурить? Покурить. Просто кто тебе должен был покурить, да? Угостить кто тебя должен был? Курёхой. Ну, ладно. А? Не скажу. Ну, Вова, раз ты, да, коротюняну пришёл, правильно? Володя, да, тебя должен был угостить? Наверное. Наверное, да? То есть наркотики вот эти, которые здесь лежат, кому они принадлежат, ты знаешь? Нет, не знаю. Не знаешь, да? Не догадываешься? А зачем ты их расцепал? Кинул на пол, зачем? Испугался чего-то или чего? Да. Все четверо молодых людей – 19-летний Кирилл, 23-летний Владимир, 27-летний Александр и 22-летний хозяин квартиры Виктор – признались, что ведут тунеядский образ жизни. Работаешь учиться где? Нет. Чего нет? Нет, работать не учиться. А чем занимаешься? Пока дома. Пока дома. Жена, ребёнок есть у тебя? Друга. Друга, да? Женат? Да. Дети? Есть. Работаешь где? Нет. Нигде не работаешь? Нет. Учишься? Нет. Ты хоть работаешь где? Нет. Нигде не работаешь, да? На шее сидишь у мамы, да, получается? Вот ты посмотришь, что с тобой происходит, у тебя всего трясётся, тебя мандражит. Тебе это надо? Ты вот молодой пацан. Я не курил ничего. Не курил ничего, да? А как ты вот это твое состояние, как ты можешь вообще? Я испугался просто. Нас испугался? По факту выявления наркопритона в отношении хозяина квартиры Виктора возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232. Александр, принесший с собой курительную смесь и угощавший её дружков, стал фигурантом уголовного дела по части 2 статьи 228 хранения наркотических средств в крупном размере. Со всех взята подписка о невыезде. За решёткой оказался только один Владимир, житель посёлка Половинный, находившийся в федеральном розыске за ранее совершённое преступление. Чё у тебя, к чё там бруседа? Старые, у кого ключи от бруседа есть? Роман, не ключи от таких бруседа. А мне тут, конечно, пускай лучше. Ему поесть, я тебе? Всё, на память остались.